Я кажусь, фишка Петриковского района – не кранутая природа, а тому и основная колькость местовых агросядиб находится на берегах водоёбов. На жаль, только в последние три года уровень воды в реках постоянно снижается. Местовые жахары кажуть, что по этой причине рыбы в Припяти становятся меньше, але не настолько, как рыбаки вертались без улову. У агросядибе Сонечный берег, якая размещена у весты Голубицы, навод называют по мере, самый великий сом, зловленный отпочивающими, достигал 212 см и важил 60 кг. По великим рахунку, эта агросядиба истваралась за ориендацией на аматоров рыбной ловли. Ее владельник был и военный разведчик, до речи, и в свой час навод трехпакайовую квартиру в Санкт-Петербурге продал, как набыть участок на Петриковщине. Правда, в опочный час отпочивающих стало значительно меньше. Арендатор райки на березе, в которой находится агросядиба, установил за каждый день рыбалки такие цены, что от приезда сюда начали отмывляться навод постоянные клиенты. Если, допустим, осуществлять рыбалку активным способом, то есть троллингом, цена будет стоить 700 тысяч в сутки. Если вы захотите побросать заброс с лодки, с места, рыбалка будет стоить 500 тысяч рублей. А если на удочку с берега, то будет она стоить 250 тысяч рублей в сутки. Поэтому, прежде чем сюда приехать, любой турист подумает, сможет ли он потянуть это все материально. Сирот Агуч вымых пропанул, як знижение арендной платы, так и продаж лицензии на рыбную ловлю для агросядиб, а не кожному конкретному туристу, что могло повеличить колькость опошних. Тем больше, что дейность агросядиб на промою уплывая еще и на реализацию продукции мясовыми крамами и поступление у бюджет. По вынниках минулого года, например, сельский отпочинок на Агумишине принес в прибыток больше 9 миллиардов недоминованных рублев. Причем у этой статистицы не уличиваются доходы, отриманные субъектами господарения, для яких организация сельского отпочинка не заявляется основным видом дейности, теми ж лесгасами, цими индивидуальными предпринимальниками, например. Предпринимальник Сергей Хатько не утойвая. Организация агроотпочинку потребует довольно значных укладаний. Можно, заразумело, набыть старый дом у везда и сдавать его по 90 долларов за сутки. Такие приклады есть, но сегодня турист у дымнику очины становится все больше потребовальным. Это не должна быть какая-то развалюха реставрирована, может быть реставрирована со вкусом, но должен быть место очень интересное. Чтобы человек не однажды его посетил и забыл, то есть многоразово пользовался вашими услугами, конечно, надо в него вложить какие-то средства и душу. Тогда будет самоотдача от объекта. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокопания «Гомель», Петриковский район.